С 14 по 16 сентября 2018 года в Рязани будут проходить всероссийские соревнования по традиционным для России национальным видам спорта. Эти соревнования проходят в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020-го. «Устойчивое развитие сельских территорий» — это одно из, наверное, основных важных направлений сегодняшнего дня, и спорт, привлечение молодых и закрепление молодых на территории села, возрождение села — это, в общем-то, одна из государственных задач, поставленных нашим президентом. Мы рады будем принять все субъекты Российской Федерации. Во все субъекты было направлено приглашение всем, чтобы команды приехали, для того, чтобы поделились своими мыслями вслух о том, как на селе нужно укреплять и развивать спорт, что для этого нужно делать. Делать это нужно все равно совместными усилиями различных уровней власти, общественности, всех заинтересованных в развитии России и в развитии села России. Надо сказать, что радушно распахивают в своей двери два самых больших, одних из самых больших учреждений спорта Рязанской области. Это наша спортивная площадка «Олимпиец» и недавно открытый центр «Езнобус». Надеюсь, что спортсменам российским, сельским будет комфортно в условиях этих учреждений работать. Мы постараемся согреть теплом, радушием, предоставить программу культурно-развлекательную и, конечно, обсудить все наболевшие вопросы, которые есть, наверное, у каждого региона в проблемах развития спорта. В этих соревнованиях также примет делегация Рязанской области, команда, которая состоит из 41-го человека. Соревнования будет провести по шести видам спорта. Это самбо, лапта, гиревой спорт, масс-рестлинг, притягивание каната и шашки. У нас, как я уже сказал, будет 41 человека из четырех районов. Это Александр-Невский, Пронский, Рязанский район и Скопинский. Будем надеяться, что наши спортсмены выступят удачно, оказывают достойное сопротивление и будут предоставительным призером данных соревнований. Во-первых, спасибо большое Рязанской земле и Скопинскому, что все качественно, грамотно организовывают проведение этих очень значимых, я считаю, соревнований федерального уровня. Ведь если посмотреть, почитать прессу, то не так много у нас соревнований проводятся именно людей земли, те, кто трудятся на земле. И министерство не просто так является сельского хозяйства, а является заказчиком данного мероприятия. Пятый год мы проводим уже в рамках 44-го закона конкурсы, побеждают сильнейшие и потом организовывают соревнования. Два года у нас побеждает Любомир, прошлый год провели они на высоком уровне, надо прямо сказать. Создан фильм, есть книга о соревнованиях, и я считаю, это вошло в историю. Я думаю, также в историю войдут соревнования и теперешние в Рязанской области. Я уверен, что пройдут они в каком уровне, что уже никого позади останется. Но увы, из Диурга Михайловна все развивается, все вперед, и всегда должен быть только лучше. Я думаю, что соревнования, на следующий год мы опять объявляем конкурс, объявим где-то в феврале, на видимом феврале марте. По выбору оператора уже на следующий год. Надеюсь, так как мы объявляем для субъектов малого предпринимательства, принципиально объявляется конкурс, надеюсь, что в следующий год выступят, будут участвовать и ваши, уже малые предприниматели, и будут выбирать, где проводить соревнования. Конечно, мы ставим задачу два года подряд и проводить в одном и том же месте, но Россия большая, то есть можно организовать, провести. Потому что все-таки главная цель, и это именно популяризация наших национальных видов спорта. Я понимаю, что мы все любим футбол, да, хоккей, это у нас традиционные игровые виды спорта, но наши национальные виды нельзя не любить. Вот когда на них приходишь, уходить не хочется. Я бываю сейчас, когда приходишь, раньше, когда не занимался этой сферой деятельностью, даже названия казались мудренными. Сейчас приходишь, все понятно, во-первых, все ясно, и любой может заниматься. Сейчас площадок крупных не надо, стадионов не надо, приходи и заниматься. Даже лапта, это наша истинная, да, русский вид спорта. Тоже вот Масреслинг, он пришел из Якутии, причем прижился на всей территории, даже в Международной Федерации есть. Вот меня поправят, если не так, я все-таки не спортсмен, да, и соревнования не изрелищные, а сверхизрелищные. Поэтому спасибо, еще раз повторюсь, вот Рязани что-то приняли, и надеюсь, что с вами пройдут, и приедут все-таки больше людей из спорта. И каждый год, я думаю, это будет только увеличиваться. Дальше удачи всем, спасибо. 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 Спасибо.